ТОМАС ГРИМ В фильме «Последняя Одессия Хонекеров» показано, как некогда могущественный глава ГДР, друг Советского Союза, товарищ Эрик Хонекер, в одночасье превращается в изгоя. Я прошу вас поднять вместе со мной бокал и выпить за международную солидарность и сотрудничество, за мир и счастье всех народов, за 40-летие Германской Демократической Республики. Его смещают со всех постов однопартийцы. Начинаются скитания. Какое-то время он живет в доме священника, потом в госпитале советских войск в южной части Берлина, потом на советском самолете летит в Москву, надеясь найти поддержку и спасение там. Но после развала СССР Хонекера отправляют назад в Германию, где его ждет тюрьма и суд. Вместе с гостями вечера фильм посмотрел и посол ФРГ в России доктор Гезе Андреас фон Гайер. Кстати, историк по образованию. В феврале 89-го года был застрелен последний молодой человек в Восточном Берлине, который хотел пересечь границу. И уже 9 ноября этого же года эту границу открыли. Это день радости для немцев, день радости для европейцев. И это германо-российский день, за который мы вам благодарны. Российский дипломат Владимир Гринин в конце 80-х работал в советском посольстве в ГДР и хорошо помнит день 9 ноября 1989 года. Конечно, тогда мало кто, если вообще едва ли кто, рассматривал все это как падение Берлинской стены. Все это рассматривалось как возможность доступа, сближения между одной частью Берлина и другой частью Берлина. Об этом шла речь. К тому же спустя некоторое время эти ворота опять закрыли. После показа фильма состоялась дискуссия. В ней приняли участие российские и немецкие политики и историки. Спустя 30 лет после падения Берлинской стены все еще остаются нерешенные вопросы. И в том числе есть вопрос, а как строили стену. Это вопрос нерешен в исторической науке в одном плане. Кто все-таки сказал первый «да»? Кто первый высказал эту идею? Есть идея, которая очень активно разрабатывает, что импульсы шли из ГДР, из восточного Берлина. Но есть точка зрения, что Хрущев был инициатором этого дела. Вице-президент парламента Берлина в отставке доктор Уве Лемон Браунс напомнил, именно падение Берлинской стены и крушение всего социалистического блока запустили механизмы формирования нового мирового порядка, который далек от совершенства. Международные отношения, уважаемые дамы и господа. К сожалению, после падения Берлинской стены они не стали такими, какими могли бы стать после 9 ноября 1989 года. Да, было предложение Михаила Горбачева. Он призывал построить общеевропейский дом. От Владивостока до куда? Ну, до Португалии, в общем. Он хотел, чтобы это стало общим пространством. Мне казалось, это прекрасное предложение, но этому не суждено было сбыться. В обсуждении принял участие исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский. Это наш первый совместный проект с фонда Маденаура. И я хотел бы выразить надежду и подтвердить готовность сделать все, что в наших силах, для того, чтобы это сотрудничество развивалось и вносило бы свой вклад в развитие и укрепление российско-германских отношений на гуманитарном треке. На память о посещении дома Рио Константин Могилевский преподнес послу Германии подарочное издание об исторических городах России. Служба информации Российского исторического общества.